Привет, Чикаго, привет, Майкл. Еще раз пройдемся по этой теме. Привидение – это умерший человек или животное, которое зависло в определенном предметном мире, на той территории, где произошло что-либо. Соответственно, привидений очень много, кстати, на кладбищах, потому что там присутствует такая атмосфера, очень тягущая, и там состояние безысходности, как будто бы нет радости, то есть это состояние от того происходит, что над могилами присутствует очень много умерших душ, кто от чего, и многие зависли в каком-то вопросе, да, и если, допустим, да, ты здоров, богат, вот, и если, допустим, кстати, есть такое поверье, да, на кладбище лучше всегда ходить по делам, да, то есть если кому-то что-то надо, ну, там, родственников вспомнить, да, там, но просто так там участвовать в каких-то сходках или посиделках ни в коем случае нежелательно, потому что это может обидеть тех, кто там присутствует астрально и нанести вред предметно тому человеку, кто полезет в это. Поэтому, сейчас договорю, потусторонние вот эти дела, они присутствуют так же точно и там, где человек, еще и с ним что-то произошло, то есть это дома, квартиры, не знаю, улицы, перекрестки, все что угодно. Значит, вообще, если взять, что такое кладбище, есть такое понятие святая земля, то есть храмы, капища родноверов, там, да, вот эти все места, где они поклоняются своим богам, кладбище, даже поля битв, в принципе, это называется святая земля, то есть и во все времена никогда, в принципе, нормальные и адекватные люди не решали там каких-то разборок и проблем, то есть на святой земле действительно можно встретиться без оружия и так далее, но это если взять какие-то там и древние, и сегодняшние времена, хотя в 90-е все, естественно, было, поменялось и всякое происходило на кладбищах, но если взять пласт, вот это, да, там хоронят как бы людей, тела, да, но душа человека, если тело не аккремировано, она привязана к объекту, где похоронили какое-то время, для многих людей, кстати, это очень важно, да, которые туда ушли, и какое-то время все зависают над местом захоронения, практически все, без исключения, частично душа может находиться там же, где она жила, и практически люди, приходя на кладбище, они приходят к месту памяти того, что осталось от их родственников, мало того, там люди общаются астрально, да, то есть умершие, они заводят новые кармические взаимосвязи, кто-то даже женится, кто-то кого-то находит, и многие зависают вот в этом состоянии покоя, да, опять же вернемся к мастеру Маргарита, в неком таком состоянии прожития каких-то моментов, которые они, допустим, не дожили в своих жизнях, они там проживают вот как бы в параллельной реальности, рядом с местом упокоения, вот, те, кто, опять же, кого кремировали, по сути, тел нету, им не за что зацепиться, как только за родственные взаимоотношения, которые определили им это место на кладбище, да, бывает так, что человека хоронят, вот, у меня бабушка похоронена на могиле, ну, кремирована она была, и мы похоронили ее на могиле, где похоронена ее мама и свекровь, то есть, по сути, да, и так как она очень привязана была к матери, по сути, она там до сих пор как бы частично присутствует, хотя через год после ее смерти она, большая половина ее как бы ушла, да, то есть, я ее так сейчас не ощущаю, вот, но, например, если человек кремирован, он более легкий, он не привязан к этому миру телом своим, которое захоронено в земле, вот, если человек захоронен в земле, соответственно, он привязан будет к этому телу, пока оно не превратится в определенной биомассу, да, назовем это так, что, кстати, сейчас сложно, потому что все люди пьют лекарства, которые, по сути, едят консервированную пищу и прочие, да, химикаты, которые, по сути, кремируют это тело, делают мумифицированным, то есть, это даже в Европе, по-моему, об этом уже говорить начали, вот, поэтому, как бы там присутствует надстройка предметного мира, да, то, что вот памятники и очень много ушедших душ, которые практически и старые, и новые, то есть, там могут зависать, вот, допустим, на Кузьминском кладбище, это древнее кладбище, такое старое, да, на старой его части, когда моя мама ходила к бабушке, да, на могилу к бабушкам, то она реально видела душу офицера, 14-го года форма, ну, представляешь, там, такое, никого нету, вдруг мужик идет, представляешь, а перед этим кот пробежал, ну, представляешь, реакцию, моя мама, она... 14-го года, и вот, казак, размашисто, шагом, представляешь, мимо нее вот так проносят, да, да, шашка там тоже все это, ну, как бы шашки нет, но подобие что-то, вот, как вот, и она у меня, конечно, выпала в осадок, она говорит, я так испугалась, говорит, просто, это, ну, она у меня тоже видит, вот, такие вещи иногда рассказывает, да, вот, у нее есть этот дар тоже немножко, только она его не развивает, ну, и слава богу, наверное, не всякому это нужно, вот, поэтому там можно увидеть, да, вот, такие вещи, я вот, во вторник мы ездили к дедушке на могилу, я тебе реально говорю, я стояла спиной, там очень тесно могила на Покровском кладбище поставленная, и я стояла спиной к другой могиле, вдруг у меня стало растение на могиле, которое, типа, знаешь, этого шиповника, стало хватать за спину, прям, ну, реально так, за руки, там, вот я, ну, полубоком стояла так, я решила обратить внимание, почему вдруг это произошло, посмотрела, могила полузаброшена, там похоронена была девочка лет шести, и, видимо, год прошел, они посещали могилу, и она как-то, так как я медиум все-таки, да, она просила, чтобы я, ну, мысленно, как бы, она просила, чтобы я как-то напомнила ее родителям о том, чтобы они пришли, ну, я как бы ритуал определенный мысленно сделала, но достаточно вот такая вот сложная картина, там, как будто бы, у многих очень, это как бы даже трагедии какие-то, люди там вот зависают, астрально, да, умершие, вот со своими переживаниями, представляешь, да, непонятыми, никем даже иногда, бывает, что озлобляются, и на самом деле это глубокая тема, потому что, опять же, потом они перерождаются каким-то образом, да, и не всегда в те реинкарнации, которые нужны им по отработке того опыта, который они приобрели в прошлой реинкарнации. Ну, прежде всего, определяется, ну, да, там не идет всяких остатков тела, предметного, там, тонких тел, да, вот как бы, вот, и определяется прежде всего, чтобы родственники отпустили, да, это первое, как бы, очень важен год после этого дела, тоже, когда человек ушел, в течение года идет вот этот отрыв, да, полный, то есть не в течение 40 дней, 9 дней, это дата одна, потом 40 дней, дата вторая, дальше родственники немножко отпускают усопшего, он никого еще не отпустил, то есть он продолжает около года по меркам земным вращаться в кругу близких. Если человек ушел вдруг из-за того, что его сглазили, испортили, навели порчу, он ушел не своей смертью, будем так говорить, либо физической, ну, то есть его убили там, может быть, то человек этот зависает на более долгое время, пока он не разберется с этой ситуацией сам. То есть душа, как бы, обычно задает вопрос, за что, почему, да, и вот все вопросы умершего человека перед смертью, связанные с его жизнью, он решает уже в течение, начиная после ухода из тела, да, как бы сначала идет шоковое состояние, сначала он бегает, у меня, кстати, есть рассказ о метании души, одно я его написала, это было про учительницу в городе Электростали, первая школа, сейчас не скажу год, 2005, по-моему, год был, учительница по математике была, и я тогда как медиум начинала работать, пробовала всякие эксперименты, и вот для меня было шоком почувствовать метание ее души, я это описала, ну, без имен, конечно, вот, суть в том, что первый момент идет вот это вот метание, то есть метание по родственникам, по коллегам, где человек себя ощущал, да, по людям, кто знал, если это публичный человек, вспомним, там, Сашу Абдулову, да, там, Андрея Панина, вот, и в какой-то момент времени, в какой-то момент времени потом уже идет понимание человека, что его не видят, не видят те, кто раньше его ощущал, мало того, если кто-то увидел свое тело со стороны, и, соответственно, он понял, что он умер, да, но, опять же, это кто продвинут в этой теме, большая масса людей даже этого не осознает, да, то есть это момент осознания души, что он умер или она, вот, и дальше идет уже момент отработки, по земным меркам это может быть от практически, там, 9 дней и больше, то есть бывает, что через полгода душа реинкарнируется, да, опять же, если есть место около родственников, кстати, да, бывает и так, если, допустим, была хорошая взаимосвязь, в качестве ребенка может родиться, кстати, почему говорят род? Прежде всего, там идет соблюдение перерождения в один и тот же род, между прочим, если взять глубину, то, по сути, как бы, люди рождались, старались перерождаться, завязываясь со своим родом, своих же потомков потом для себя, то есть как бы шла передача родового вот этого, и рода были очень сильно роды, ну, кстати, между прочим, известные семьи, правящие миром, они, прямо, скажем, таким образом и действуют, да, если взять того же Брежнева, кстати, по-моему, его внук Андрей Брежнев, сейчас могу с именем напутать, но показывали даже по телевидению, он очень похож на молодого Брежнева, по сути, это могла быть реинкарнированная душа самого Брежнева, то есть это такая промежуточная реинкарнация, где человек цеплялся за свое имущество, и вдруг вот он родился у своего же родственника, ну, как бы себе же внуком, да, то есть вполне могло это быть, и опять же, человек такого отличает по повадкам, да, похожесть на того родственника бывает, вот, ну, опять же, все равно, каждая новая реинкарнация, человек приобретает тот или иной новый окрас, в зависимости от того, кем он был раньше, если, вот тоже у меня кусочки есть, я бы набросала про реинкарнации, почему мы их не помним, ну, потому что мы помним только ощущения от тех или иных знаний, опыта, событий, которые нам были даны когда-то, мы их проживали, и сейчас мы их не можем помнить, потому что если мы помним будем все переживания всех врагов, всех друзей, кого мы потеряли, кого нет, то просто человек не сможет жить эту реинкарнацию достойно, потому что слишком много, ну, кто-то мстительный, да, то есть слишком много будет лишних взаимосвязей, поэтому память так устроена у человека, что нам это приходит поэтапно, вот, ну, по ощущениям, как бы, связанным с чем-то прошлым, вот, бывает так, что кто-то говорит, я этого человека как будто бы знал, да, там, но человек не может вспомнить, где он его знал, это связано, опять же, с прошлым, да, вот, поэтому зависание умерших, оно происходит, потому что прежде всего люди не обладают знаниями о потустороннем мире, и за счет этого происходит огромное количество электромагнитных вот этих моментов душ, там электромагнитная, кстати, энергия на кладбищах такая присутствует, потому что, ну, как бы, вот, душа человека, душа человека, даже энергия экстрасенсы, это излучение идет электромагнитное прежде всего, и всегда влияет это на технику, да, вот, мы даже несколько раз это замечали со связью, поэтому в любом случае, вот, на кладбищах такая аура определенная, она тяжелая, наполнена какими-то переживаниями, страданиями, непонятостью и одиночеством, да, потому что многие блуждают в каком-то своем одиночестве, опять же, каждый отрабатывает свое, то есть здесь вот так, но промежуток временной может быть большой, бывает так, что на поле боя кого-то убили, и человека, да, его похоронили, там, на поле боя, да, во время войны уж сколько было захоронено, и сейчас, если вы обратили внимание, да, находится группа людей, кто находит останки погибших, да, вот, советских воинов, германских, ну, возьмем эту битву, да, 45-й год, там, война с фашистами, 1-й, 41-й, 45-й, то практически это именно души этих людей притянули искателей к тому, чтобы они нашли их тела, то есть это люди, которые до сих пор не успокоены, и, по сути, как бы, возможно, их родственники до сих пор как-то помнят и ищут, и они до сих пор ходят на месте, в том месте, где их убило, но они уже развоплощенные, то есть они слабые, но все равно они не могут реинкарнироваться, вот, допустим, они держатся за останки своего тела, там, за останки того, как они погибли, они хотели, чтобы о них узнали, и действительно происходят моменты, где их находят, и потом говорят, да, нашли такой самолет, вот там такой-то герой был, и человек потом спокойно отпускает эту ситуацию и уходит на перерождение. Ну, это уже другой момент, это тоже присутствие, да, где-то человек, ну, опять же, завязка идет с предметным действием, которое было сделано, там, им, или, там, я не знаю, дом, квартира, опять же, помещение, там, имущество очень сильно, многие, бывает, держат, вот именно завязка с местом, где человек жил, и привидение формируется там, либо место, где человек погиб, формируется привидение там, как бы предупреждая, допустим, или, наоборот, мстя, да, что живым, то есть тут смотря какой человек, да, то есть тут вот разные градации бывают. Ну, во-первых, праведность понятия относительное, да, праведность понятия относительное, человек мог быть для кого-то праведником, допустим, но ведет в семье себя как... Ну, откуда мы знаем, как вел себя царь Соломон со своими женами, может быть, он был праведник на людях, а с женами он был монстр и идиот, понимаешь? Здесь праведник, понятие праведник, оно должно быть общее, человек должен быть во всем тогда праведник, а не так, что он на публике, он праведник и святой, а там он, извините, монстр вселенной, который жмет всех своих... Вообще спорная личность, которую сразу... Хотя, в принципе, Христос – это был достаточно сильный экстрасенс. Соответственно, в то время как раз и родилась религия, ну, для рабов, давай так откровенно. И для чего это было сделано? Чтобы рабы удовольствились тем, что им дано. Вот, по сути, рабская религия, давай так откровенно, ведь у славян присутствует, у родноверов, да, мы дети Божьи, у нас есть сварок, он отец, да, там, и так далее. А у христиан, получается, ты раб, человек раб, то есть он никто. Это рабская идеология, и она была внедрена специально, соответственно, для определенной категории граждан. Потом это всё пошло. Сущность Бога, Иисуса, да, если взять Его, она присутствует, она над всеми. То есть, ну, опять же, как это сказать, я не думаю, по моим вот ощущениям, тоже я разговаривала над тем, кстати, не очень нравится тому же Иисусу, как заправляют некоторые католики и христиане, и православные, как они заправляют этой вот церковью. Вот, то есть, не очень он, и по сути, у Христа не было там идеологии такой, возводить храмы и прочее. Он достаточно чётко дал семь заповедей. На основе этого, извините, была построена целая религия. Вот, ну, и Бог бы с ними, вот. Но сущность Христа, он не переродился, так же, как и все остальные Будды, там, да, они все над этим миром, связаны этой религией, они не могут переродиться. И их может видеть любой человек, который, допустим, вышел на сущность Бога, назовём это так, то есть астрально или духовно. В том же храме, когда ты приходишь, ты, связь с Богом идёт через теми. Чего ощущение такого плотного слияния вот отсюда идёт к верхушке храма. Вот это вот, есть связь с Богом, особенно, когда там никого нету. Это вообще очень интересное ощущение, да. Вот, но опять же, всё зависит от самого храма. Если храм намоленный, чистый, возьмём опять же, да, чистый, если там священник искренний, то там и храм будет помогать людям, понимаешь, да. Ну и так далее, да, если взять любые храмы, любые хоть мексиканские старые храмы, да, там, ну там другая религия была, основанная на жертвоприношении. Вот, о человеческом. Поэтому в любом случае, в любом случае, вот эти вот все божественные сущности, они не перерождены. Поэтому любой человек может вызвать их и с ними иметь разговор. Здесь существует одна вещь. Очень опасно вообще, да, вот, общение с душами. Ну, вот, бывает, люди играют. Вот, если сейчас продаётся медиумная доска, у вас в Америке, она вообще очень распространена. И люди играют в это, давайте вызовем Пушкина, давайте Лермонтова там с помощью книг как-то раньше вызывали тоже, мы с девчонками шутили там. Но я тебе скажу, что реально книга двигается и начинает отвечать на вопросы. Я после этого, помню, после такого сеанса убежала, сказала, девки, вы сами там решаете вопрос, я не хочу этого. Вот. Но фишка в чём? Кто двигает книгу или предметом? Это может быть умершая сущность, кого угодно, но она может выйти на контактёра, то есть кто особенно неопытен, и, отвечая на вопросы, запросить потом свою просьбу. И человек не может отказаться, потому что тот ему оказал услугу. Здесь происходит одержание. И если это демоническая сущность, то, соответственно, одержание будет опасным. Как бы, да, ну, всякие случаи мы тоже знаем. Вот. Поэтому в любой момент, в любой момент трудно сказать, праведник ли зашёл в человека и с тобой разговаривает, или дьявол, или кто-то ещё там, может быть, это убийца, который ходит и ищет до сих пор мысли, категорию чего-то, своих каких-то дел и ходит таким образом, притворяется. То есть тут, понимаешь, предметный мир так создан, что тут легко обмануть. Даже самые святые чувства могут развернуться минусом, и человек подумает, что его обманули или поймёт это. Там астрально, там никого обмануть нельзя. Там какой-то человек есть, вот вышел человек в астрал, вот какой он есть, такой он и есть. Он ничем не может прикрыть свою суть. Если он при жизни был идиотом, то, по сути, его там все так и будут воспринимать при контакте. Но здесь, как бы, так как мы все как в масках, да, по сути, тела, то и эмоции, то есть все мысли прячутся, всё за телами. Никто ничего не может понять, кто правильный, кто нет, кто хороший, кто плохой. Все ощущения тоже можно, извини, конечно, накрутить так, что люди будут думать, что человек хороший, а на самом деле он монстр. То есть существуют разные техники там. И поэтому мир предметный, он, в принципе, как бы соткан из таких вот вещей, где легче кого-то как-то обманывать, а там этого нет. И поэтому астральная сущность, зашедшая куда-то на чаёк, да, где вот балуются спиритическим сеансом, может зависнуть там. И если люди будут бояться или что, он начнёт подпитывать. Бывает, что им делать нечего, там они не могут начать играться с этой семьёй. Кстати, тоже это полтергейст, который будет формировать свою энергию за счёт страха этих жителей, может выгнать из дома даже. Это просто даже люди, которые астрально, ну, хулиганы такие тоже присутствуют, понимаешь. Ну, люди приходят с этим, люди звонят иногда, просят узнать, почему умер человек. Я сразу говорю, что с криминалом я не работаю. Ну, максимум я могу сказать, что человек умер не своей смертью. Я не описываю, как это происходило, я не лезу в такие подробности, я не работаю с полицией, я не работаю ни с кем в этой области так, чтобы чего-то там искать. Я никогда никого не ищу, никакие предметы и не людей, потому что у меня есть на это своя точка зрения, я не хочу в это лезть. Вот, ну, по моей идеологии, если у человека что-то пропало, значит, не то, чтобы было лишнее, значит, это отвело что-то худшее. И бывает, что вещь находится, но всё равно я советую человеку потом избавиться от этой вещи. Бывает, если я напрягусь и захочу, да, вот у меня тоже бывают такие моменты, где я участвую в таких вещах, но я стараюсь в это не лезть. То есть, мало того, скажу сразу, тело своё для ушедших я не предоставляю, я не позволяю делать себе одержание. Я работаю по ощущениям от человека и стоящего рядом с ним, кто с ним пришёл, умерший, по фотографии. Но о тонкостях, опять же, я не говорю, как ушёл человек, я просто говорю переживания человека на настоящий момент времени, то, что касается их отношений, почему он около него или неё. Я говорю какие-то вещи, иногда тонкости, да, но, опять же, я всегда стараюсь, чтобы это не навредило мне лично прежде всего. Да, такая возможность существует, но, в принципе, как бы в основном приходит не так. В основном приходит с болью о том, что человек ушёл, там не попрощался, там не простил кто-то кого-то. И тут я уже разруливаю эту ситуацию, я выхожу на контакт с умершим, и обычно он приходит с человеком, как бы зависает около человека, и тут уже идёт контакт, и я общаюсь, рассказываю человеку, что думает тот умерший, и человек отпускает это, потому что бывает, что человек подумал, что его не простили, а душа уже его простила, но достучаться до него он не может или она. И я говорю, нет, у вас всё нормально, то есть не надо переживать, и человек отпускает, у него какой-то новый этап начинается. Вот, у меня были случаи, когда обращались ко мне люди, и обращаются так, да, когда у молодой женщины умер муж. Умер муж, и её мама ко мне обратилась. Это вообще телефон был, то есть это даже не прямой контакт был, я разговаривала с ней, да. И я разруливала ситуацию таким образом, потому что девушка не могла найти себе никого, и тяжело было ощущать, что он рядом, он умер вдруг, неожиданно, и он её как бы немножко мучил. Вот, и тут уже я вот контактировала, да, вот через сознание этой девушки, ей объяснял определённые принципы, и объяснял принципы определённые уже этому человеку, который около него умер, он где-то около года вот так вот висел, но после сеанса он обычно стал меньше её дёргать, и он в какой-то степени стал немножко на себе концентрироваться и понимать, почему у него это произошло. То есть в этот момент я работаю и с живым, и с умершим на осознание причины ухода, то есть чтобы человек умерший не цеплялся за прошлое уже, а чтобы он немножко в себе осознал принципы, что у него произошло. Я работаю на осознание, я даю какие-то знания, и обычно потом вот в такие моменты они уже легче разруливаются, и обычно потом душа уже не достаёт живых, то есть немножечко идёт вот, ну как это, кармическое, такой вот разрыв, то есть душа уже более свободна от родственников и не лезет к ним, вот бывает, что настойчиво, да, потому что он уже или она, они уже поняли, что произошло, ну как бы был разговор, да, на эту тему. Опять же разговор какой идёт? Либо я разговорю вслух, опять же, да, либо это ментально происходит, то есть молча, да, то есть я не говорю вслух никаких слов, это я разговариваю с человеком, а параллельно я работаю с душой умершего человека, то есть отвожу что-то, снимаю. Опять же бывает, что есть родовой негатив, и душа умершего человека приходит со своим ребёнком, там уже подросший ребёнок, и ребёнок не может никак найти свою жизнь. У меня был такой случай, и приснилась мама дочке, это была ситуация с прошлого, и сказала, что она должна ко мне прийти. И реально девочка ко мне пришла, и я вот это вот состояние порчи снимала, и с той женщиной, ну как бы она около неё находилась, астральная, и, соответственно, с девочкой. Ну как-то так вот, я не позволяю доминировать над собой астральным сущностям. Поэтому я держу всегда субординацию, и советую так же. 15.30. А, ты имеешь в виду начало. Пока, Чикаго, пока, Майкл. Субтитры создавал DimaTorzok